Всем привет! С вами Сергей. Рад приветствовать вас на канале Бастион. И сегодня у нас продолжение видео про самую безопасную дверь. Если вы не видели первую часть, то вот именно она. А теперь мы поговорим более подробно о системе видеонаблюдения и как она интегрирована в безопасность. А самый внимательный, кто просмотрит данное видео до конца, может найти в нем промокод, который пригодится ему при приобретении его будущей двери Бастион, который будет действовать до конца июня 2024 года. Сегодня разговор будет именно про видеонаблюдение. Но на всякий случай вкратце и напомню, что же мы здесь имеем. Дверь с электромоторным замком, внутри куча датчиков геркон, отдельные стоят считыватели на открывание-закрывание. И как это интегрировано с нашим видеонаблюдением. Сверху, над дверью, можно прямо увести туда камеру и показать. Мы видим купольную камеру с вот такой вот шторочкой. То есть, когда я появляюсь в зоне действия данной шторки, наверное, вот так вот покажу. А вот он я. А вот он я, стою здесь. Когда я приближаюсь к двери и оказываюсь в зоне действия, настроенного в нашей камере, ко мне приходит уведомление. Обнаружение вторжения. То есть, я вижу, что кто-то вторгся в зону действия данной камеры. Как минимум, это очень важно. Я могу сразу же посмотреть, кто же все-таки у моей двери вплотную что-то там делает. Когда моя дверь на охране. Так, ну давайте дальше разберемся, что же у нас здесь еще интересного. Это кто? Это мы. На записи экрана у нас три камеры. Раз, два, три. То есть, смотрит на нас панель вызова. Вот эта камера и вот эта камера. Располагать мы можем их, как нам удобно. То есть, на нашей площадке, где находится наша квартира. Одна из камер, например, смотрит вниз. Фиксирует все, что происходит у моей двери. А вторая находится в противоположном углу. И я вижу, то есть, когда к моей двери кто-то еще захотел приблизиться издалека, он попадает вот в эту камеру. В панель вызова. Ну и, соответственно, то есть, слепых зон здесь нет вообще. Дальше. Давайте теперь поговорим, что же мы здесь имеем. Wi-Fi роутер. Потому что данные устройства могут работать как на проводах, так и автономно, исключительно по Wi-Fi. Коммутаторы. И вот, наверное, стоит обратить внимание, особенно вот об этой вот штуке. Это охранная система от Hikvision. То есть, к ней мы можем поставить как панели вызова, камеры наблюдения. А вот, кстати, о том, что вторжение было в зону, это вот все благодаря вот этой вот штуке. Мы можем поставить датчики на окна, также работающие по Wi-Fi, которые будут показывать, что кто-то через окна вторгся ко мне. Датчики на протечку воды, которая будет также показывать, что у меня дома сыро вдруг стало. А что я бы, наверное, отметил важного здесь? Однозначно нужен бесперебойник. Ну, во-первых, здесь будет настроено то, что если свет пропал, отключите свет, ко мне придет также уведомление, что свет отключили. Возможно, это преступники заранее подготовились, отбесточили весь дом, чтобы ко мне проникнуть. Но если у меня стоит бесперебойник нормальный, ну, хотя бы, чтобы он всю эту систему, ну, держал, я думаю, сутки более чем достаточно, потому что, ну, я не помню, чтобы в Москве у нас была ситуация, когда там света не было там хотя бы более трех часов. Ну, на сутки будет более чем достаточно. Ставим нормальный бесперебойник, две камеры, панель вызова, охранную систему от Hikvision, коммутатор, ну, нам достаточно, я думаю, будет одного вот под такую систему. Хотя нет, раз, два, три, четыре. То есть, если мы хотим вот собрать что-то подобное, то есть, нам нужно хотя бы 6-8 входов. Ну, и дальше это можно уже дорабатывать, увеличивать количество. То есть, если одного стало мало, и мы решили весь периметр своего дома, загородного, например, там, все слепые зоны закрыть и так далее. То есть, поставить все на охрану, поставить датчики, опять же, чтобы там собаку не считывало нам до 30 килограммов. То есть, все это можно реализовать. Плюс ко всему, например, заходим в домофон. На панель вызова, вот эту. Кто у нас тут стоит? Выходим. Либо переключиться на камеру, вот на эту. На камере разрешение у нас уже получится. То есть, видим, картинка более интересная. И вот она же у нас здесь в телефоне. Это она же. Вот так вот. Опа, рука моя. Ту-ту-ту-ту-ту. В данном случае, это просто система видеонаблюдения, которая уведомляет либо нас, либо службу, к чему у нас подключена сигнализация, то есть, что кто-то пришел, кто-то там ходит и так далее. Если это скомбинировать с надежной взломостойкой дверью, вы получаете систему полной безопасности и можете быть уверенным, что к вам не проникнет никто. Ну, я, конечно же, не говорю там об ОМОНе, СОБРе. Обнаружен датчик вторжения. Опять я вошел в камеру. Конечно же, я не говорю о силовых ведомствах и структурах. То есть, если вы живете, так скажем, законопослушно, то вот такая комбинация, это именно то, что вам нужно, если, конечно же, безопасность для вас на первом месте. Как интеллектуальная, так силовая, так плюс еще интеллектуальная с точки зрения злоумышленника, работающего отмычками, так и злоумышленника, работающего мозгами и компьютером. Поэтому что, если вы хотите собрать себе что-то подобное, максимальную защиту, максимальную безопасность, ведь сохранность нашей семьи для нас сегодня самая главная, переходим по ссылке в описании. Наши специалисты вам в этом обязательно помогут. А с вами был Сергей, канал Бастион С. Не забываем поставить лайк и подписаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok